Я в своем потолке, я понимала, что у меня ресурс, он прям подходит к какой-то красной линии, где я уже не знаю, как справляться. Я не чувствовала, что я справлюсь. Вот если руку на сердце положить, у меня были запрещения в собственных силах. Я думала, это было такое неверие в себя. У меня очень начала болеть поясница за эти месяцы, сомантика в чистом виде. И она вдруг резко проходила в тот момент, когда я себя представляла все-таки в этой роли. В момент, когда я ходила по близким людям, которым я действительно доверяю, они прям вот всей душой за меня, подсознательно где-то вот эту ответственность за принятие решения с ними разделили. Но вот сейчас я прям убедилась, что действительно, ну не может никто знать лучше, чем я сама, как будет правильно. Я почувствовала, что, слушай, дорогое тело, мне не хочется тебя больше гнобить вообще. Вот ты хорошо и так для меня, искренне тебе говорю, мне нравится в тебе все. Дай обниму, что ты хочешь поесть там, вот типа того. А вот, теперь я буду поделиться трансляцией, вот она, правильная ссылка. Я ее нашла, и сейчас я ее размещу на своей странице ВКонтакте. Дорогие друзья, кто у нас уже видит и слышит, всех приветствую. Мария, это у тебя что-то скрипит или у меня что-то скрипит? У меня вроде бы тишина. О, вот сейчас действительно тишина. Так, сейчас размещаю ссылку. Вот, отлично. Теперь у нас здесь прямой эфир, и сейчас я еще в группе у себя повесу этот прямой эфир. Я на всякий случай включила свой микрофон. Так, все. Ай-яй-яй. Так, что ж такое? Сложно всякие эти кнопочки нажимать. Вот, замечательно. В двух местах. Ой, какие мы с тобой красивые, вообще обалдеть. Так, все, отлично. Я тогда прямо буду смотреть на нас с тобой в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать. С вами Елена Минина и Мария Кочина. Мария сегодня будет давать мне интервью. И прежде чем мы начнем с Марии говорить о той теме, о которой собрались, я представлюсь. Вдруг вы меня давно не видели, а вы меня давно не видели. Я Елена Минина, я энергокоуч, я работаю с предпринимателями, помогаю увеличивать доход в два раза без выгорания. А еще у меня есть клуб группового коучинга. Клуб называется «Сбыватель меч». И в этом клубе мы с прекрасными мужчинами и женщинами работаем по моей авторской методике, которая называется «Энергетический таппинг». И Мария, вот эта прекрасная, роскошная красавица, была участницей моего клуба в марте месяце. Мы стартовали ровно 1 марта. И сегодня Мария расскажет о своих совершенно потрясающих результатах, о которых, когда она мне рассказывала, у меня были вот такие вот глаза. Я говорила, да ладно, и вот это вот, и вот это вот тоже, и вот это вот, это вот. Чтобы вам абсолютно гарантированно точно захотелось досмотреть этот эфир до конца, я вам кратко расскажу о результатах Марии. Мария решила проблему под названием «Куда же мне идти работать?», куда пойти, кем пойти. Причем не просто пойти работать, сменить место деятельности, а так, чтобы там были востребованы все мои таланты и способности, которые у меня есть сейчас. Чтобы не пришлось ничего начинать с нуля, а чтобы вот я, прекрасная, с талантами, с навыками, пришла куда-то, где это будет востребовано и нужно. Более того, у Марии была целью увеличить доход, она его увеличила в полтора раза. Про силы, про энергию, про ресурсность она вам все расскажет, там вот все прекрасно. Еще Мария расскажет вам о том, как это вдруг неожиданно почувствовать, как это полюбить себя, безусловно, целиком и полностью и принять в себя внешнюю или внешнего таким, какие вы есть. И, наверное, что-то еще прекрасное Мария точно сегодня расскажет. В общем, я вам, краткий вам спойлер, чтобы вам точно захотелось послушать Марию и узнать, как она это сделала и как она этот вопрос решала. И сразу хочу сказать, что Мария, как мы с ней, перед тем, как она пришла в клуб, мы с ней встречались и беседовали. И когда вот она мне рассказывала, что вот человек работает на работе, в офисе, это к вопросу о том, ко мне периодически обращаются люди, которые говорят, «А вот я работаю на работе, и я не хочу ходить в предприниматели, как это вдруг у меня доход вырастет?» Вот сейчас вам Мария прекрасно расскажет, как можно оставаться на работе в найме и при этом расти по финансовым показателям. И, в общем, запрос Марии звучал тогда лично для меня абсолютно, где эту работу искать, как ее искать, совершенно непонятно. И главное, какая это должна быть работа, Мария в конце февраля еще не знала. И она пришла, как я это говорю, с нерешаемой задачей. Я такие задачи обожаю, и вот, собственно говоря, мы эту нерешаемую задачу, непонятно какая работа, которую непонятно как искать, да чтобы еще на условиях, которые Марии понравятся и полностью устроить, чтобы она там была, востребованы ее таланты, чтобы еще доход был больше. Нерешаемая задача? Нерешаемая. Вот с такими нерешаемыми задачами ко мне, пожалуйста, приходите. Мария, рассказывай свою волшебную историю, как ты эту свою волшебную работу нашла. А я, кстати, вам еще скажу несколько слов про Марию. Мария теперь директор благотворительного фонда. Благотворительный фонд называется «В своих руках», и он помогает, создает программы и пространство для подростков из детских домов, чтобы помогать им лучше подготовиться к выходу в большой социум, лучше социализироваться, познакомить их с различными профессиями, специальностями. Я думаю, что в конце нашего интервью я попрошу Марию об этой ее деятельности обязательно рассказать. И под этим эфиром останутся все ссылки на этот фонд. Обязательно заходите, интересуйтесь, вступайте, становитесь благотворителями. Я знаю Марию много лет, и вот искренне и честно могу поручиться за ее фонд, как за тот фонд, которому можно доверять и куда можно отправлять свои финансовые ресурсы, будучи уверенным, что они дойдут по назначению. Вот, Мария! Я с удовольствием делюсь опытом прохождения твоего клуба, да, в Марте. Ты уже начала рассказывать историю. Да, я хочу рассказать, расскажи, да, как ты эту свою волшебную работу нашла на своих условиях, прямо вот расскажи свою волшебную историю. По поводу работы. Я и так уже работала в фонде уже пятый год, да, сейчас. Четыре с половиной года прошло, то есть давно. И, как мне кажется, вполне успешно. Я работала менеджером направления, да, развивала программу наставничества. Программа интересная, очень живая. Туда приходят волонтеры, они общаются с нашими подростками. Там много того, что я люблю и умею, мне приходилось делать. Но в какой-то момент я почувствовала, у меня часто так вообще в жизни бывает, что я куда-то прихожу, начинаю осваивать. Вот у меня этот период, когда я гружена во что-то новое, это дикий энтузиазм. Но потом я подхожу к какому-то потолку, где мне хочется шагнуть на новую ступень. И вот в этом случае в фонде я вдруг поняла, что я не особо понимаю, а как тут у нас можно шагнуть. У нас три направления, там, у нас есть руководители, я свое направление веду. Есть перспективы развития, да, но, к сожалению, вот сейчас сфера благотворительности, она и так вот, ну, кризисные времена проживает, да. То есть все время падают пожертвования людей, мы все время в поиске дополнительных средств. Не идет речь, там, о каком-то росте дохода, да, у сотрудников. Не идет речь о увеличении штата сотрудников. То есть я не могу, в какой-то момент я поняла, что не могу рассчитывать на то, что я сейчас найму себе помощников и смогу там как-то качественно, прямо на новом уровне развивать свой проект. Все это меня потихонечку приводило к какому-то такому ощущению, что я подвыгорела. Плюс еще у нас, мы оказались в процессе смены руководителя, руководитель тоже решил, что ей пора идти дальше, ей нужно тоже как-то восстановиться после такой ответственной должности. Мы начали проводить собеседование, непосредственно там я активно участвовала в поиске моего руководителя, да, провели на этих собеседниках. И в какой-то момент, когда встал вопрос, а не хочу ли, ну, а к тебе я пришла вот прямо в процессе. То есть вот ситуация, я в своем потолке, да, я в него уткнулась, я ощущаю... Чеша, можешь буквально несколько слов сказать, что это же не одна у тебя ситуация. Вот это ощущение, я уткнулась в потолок, как оно чувствуется, как в нем тебе было? Ну, я могу сказать за себя, мне было тоскливо, то есть вот это чувство, когда там, не знаю, когда близкие вдруг задают вопрос, типа, машуня, а что с работы-то как там, да, вот что. Я ощущала тоску, типа, ребят, не хочу сейчас об этом говорить, не хочу думать, у меня нет понимания, что я буду делать дальше там, что меня ждет в ближайший год. И у фонда перспективы пока не такие стабильные, чтобы можно было там о какой-то стратегии на несколько лет говорить, да, развитие моего в том числе. И смена руководства, и всех нас сейчас потрясывает. И плюс, конечно, ну, вот эти события, которые начались в феврале, в конце февраля, я не буду скрывать, что они и меня, и команду, ну, капитально высадили на такое энергетическое дно. Когда они... Потому что все там были. Да. И страной, и не только нашей. Абсолютно, да, все, все мое окружение оказалось в этой яме. Приходилось поддерживать самых, которых больше всего там размазала, да. Но я понимала, что у меня ресурс, вот он прям подходит к какой-то красной линии, где я уже не знаю, как справляться. Тут как раз я увидела, что ты ведешь набор, я тебя тоже хорошо давно знаю. Как-то вот мне щелкнуло, что отчего бы и нет. То есть, ну, вот сейчас терять уже нечего, мне очень хочется как-то выбираться. Как, ну, вот именно из этого состояния такого тоскливого, унылого, беспросветного. Когда ты читаешь новости, и все говорят, что все, там, Россия – это большой Титаник, и ничего у нас сейчас не будет развиваться. Ну, да, вот эта вся печаль, да. И плюс в личном я смотрю, думаю, ну, Титаник вообще везде там, да. То есть, ну, что делать? Ну, как музыкант вот этого фильма стоишь и играешь на скрипочке, а сам думаешь, ну, капец, ну, капец. Хотелось из этого выйти. Вот мне было так, мне было тоскливо, но я не люблю опускать руки. То есть, не в моем, как бы, да, не в моих правилах жизни прилечь и совсем там начать посыпать голову пепром себя хоронить. Это очень… Это можно делать, я так делала. Это очень процесс такой тяжело обратимый. Вот какие выводы я для себя сделала, что если ты прилег и начал себя хоронить, это все прекрасно и очень хорошо будет у тебя получаться в таком состоянии. Но потом, как воскресать, вообще не очень, как бы, легкие это процессы. Я не хотела ходить вот туда. Я хотела все-таки барахтаться и как та лягушечка что-то придумать. Вот такое у меня в голове. Надо что-то придумать, надо что-то найти, решить что-то поменять. Надо сориентироваться и понять, как жить. То есть, какой-то поиск внутри был. Немножко, что тут скрывать, немножко он был такой… Где-то панический, где-то не сильно осознанно я понимала, что меня конкретно сейчас больше всего там разносит. Но я старалась себя понять, себя услышать, и ты мне очень помогла, на самом деле, в какой-то момент. Вот, это было такое начало. То есть, что с работой? Ну, да, в какой-то момент я сформулировала, что больше всего мне сейчас в приоритете это решить вопрос с моим развитием карьеры, да, с моим развитием репутации себя там, да, как профессионала. И с этим запросом я, собственно, в этот клуб в марте и вошла, что давайте-ка поможем мне как-то найти вот это будет… Я не знала, будет ли это новая работа, будет ли это что-то в фонде, но вера в то, что я в фонде себя сейчас вот так найду, у меня почти не было. То есть, ну, я смотрела на нашу ситуацию, думаю, ну, нет, тут просто для меня сейчас вот с моими запросами сейчас там нет места, нет возможности реально меня как стимулировать, нет возможности какое-то там, не знаю, расширение должностных, так скажем, обязанностей там таких вот, чтобы мне было интересно, да, тоже не вижу. И вопрос был то ли здесь, ну, вряд ли, то ли куда-то идти, но куда? Да, то есть продолжать, я хотела бы действительно не особо, не особо у меня было желание покидать сферу социальной творительности, да, такой социальной работы, потому что это интересно, и у меня за пять лет это… я погружена глубоко, да, и в проблематику сиротства, и хотелось бы не растерять весь этот опыт, понимаешь, да, то есть продолжить развиваться. То есть с нуля я уже начинала, не страшно, сложно, вопрос зачем. То есть зачем, если я здесь ощущала себя прям, ну, хорошо на своем месте, да, в плане там применения моих способностей каких-то и реализации там и так далее. Вот, поэтому не было понимания, но был запрос, чтобы работа меня вдохновляла, чтобы это был какой-то прям явно вызов для меня не на месте топтаться там. Ну, то есть я смотрела там, не скрывая там ни от кого там, в АКНС, в других фондах, я видела отличные должности какие-то. Ну, я такая, да, да, я могу уйти, там даже будет какое-то повышение по зарплате, скорее всего. Но не было такого энтузиазма в глубине, что типа, о, да, это то, что мне сейчас надо, возьму на фонд, вот и на другую работу, не было отклика. А хотелось именно, чтобы вот так же зажгу, вот когда я фонд, меня вело вот это чувство, что ого себе, а вот это вызов, ого себе, вот это сейчас я, ну, шагну куда-то, я хотела. И это был первый критерий, да, чтобы зажигало, чтобы, ну, вдохновляло эту работу, вдохновляло то развитие, тот скачок, который мне придется совершить там, да, на новом месте. И очень хотелось, конечно же, материального отклика, да, тоже, чтобы этот интерес тоже есть. То есть, казалось бы, да, то есть, вот действительно, что в фонде, что делать дальше? То есть, ну, вот резюме рассылать или что-то. Ну, мы с тобой встречались, я приходила на занятия, абсолютно не понимая там, что будет следующим шагом моим. Вот, задай мне какой-нибудь еще вопрос. Точку А я свое описала. То есть, вот такая растерянность, но полной решимости я была что-то менять, да. Как эта волшебная ситуация, как с работой разрешилась история? Как ты ее нашла? Ну, изначально, как хронология событий, наша руководитель, прекрасная женщина-руководитель приняла решение уходить. Она предложила мне изначально, ну, спросила у меня, не рассматриваю ли я для себя такую, да, вот опцию стать новым директором фонда. На тот момент, вот в том упадке, в котором я была, вот, да, эмоционально, в том каком-то вот отсутствии видения перспектив у фонда и материальных, в том числе, там, да, я поняла, что нет, я не готова. То есть, я знаю, как сильно где-то подвыгорел предыдущий руководитель, да, именно из-за этих проблем. И думаю, ну, если, ну, грубо говоря, я не чувствовала, что я справлюсь. Вот если руку на сердце положить, у меня были запрещения в собственных силах. Я думала, ну, если, я очень уважаю своего руководителя, ну, как бы я ценю эти годы вместе, думаю, уж если она устала и где-то вот, ну, что-то у нее там не так пошло, как она хотела бы с нами, да, то как же я со своим опытом меньше, да, управления буду справляться с теми же задачами, с теми же вызовами. То есть, никакой-то был такой неверие в себя. Поэтому я сказала, нет, я не рассматриваю, и мы вместе активно стали искать кандидата. И по хронологии событий мы проводили собеседование за собеседованием, к нам приходили потрясающие просто люди очень классные, с очень классным опытом, релевантным, иногда нерелевантным, но все равно очень классным там, да. То есть, в принципе, казалось бы, что вот-вот мы и найдем человека. Но что-то вот все время не срасталось. И в какой-то момент я поняла, что надо брать в свои руки, вот хватит уже надеяться на окружение, да, надо вот прям брать в свои руки этот поиск. Я начала... Ну, сейчас мне хочется почему-то сказать, судорожно метаться по всем знакомым HR-консультантам, в Фейсбуке с кем-то дружила, в других соцсетях, всем писать просто, что, ребят, что-то делаем, наверное, не так, потому что мы проводим собеседование за собеседованием, мы не можем найти, время идет, работа в фонде не останавливается, ну, ресурсов очень много уходит на поиск, да, кандидата, подбор. Что-то вот надо срочно придумать, помогите, потому что среди нас нет профессиональных HR-ов, у нас в штате вообще такой позиции нет, мы все как бы на себе волочем кучу функций, скажем так. Вот, давайте-ка вот помогите нашему классному фонду продолжить делать то классное дело, которое мы делаем, помогите нам найти кандидата. И те консультанты, с которыми я общалась подробно там, да, на сессии, рассказывая нашу внутрянку, так сказать, они осторожно очень задавали мне этот вопрос, а что тебя останавливает, чтобы стать руководителем? И этот вопрос меня вот все глубже и глубже попадал, в какой-то момент я решила честно, вот прям поэтапно ответить на него, да, естественно, мне сейчас показала, куда там посмотреть, что-то посвятила, я посмотрела и поняла, какие условия мне подойдут, то есть на таких условиях я могла бы все-таки взять наш фонд, да, в свои руки и продолжить там движение в нем. Поэтому казалось, что эти условия, которые меня бы устроили, они вообще мне нереальны, скажем так, вот как мне казалось. Но тем не менее я их отключила к своему руководителю, сказала, слушай, я подумаю, я согласна, но готовы ли вы вот так, так и так? Вот настолько будет повышение моей зарплаты, вот так я разделю функционал между командой, вот такого человека мы найдем еще в команду, которого сейчас не хватает, а без него я не готова там продолжать, да, то есть все вот это было озвучено, и вдруг даже это перестало казаться каким-то, ну, то есть когда я к этому только прикасалась в своем сознании, это казалось какой-то, ну, фантазией, там, не знаю, что-то. А когда все обсудили, это стало казаться абсолютно нормальным, шаговым планом действиями. То есть я правильно понимаю, что ты написала те условия, на которых тебе было бы интересно на эту должность согласиться, принесла эти условия, неожиданно для тебя оказалось, что на эти условия согласились? Ну, это не то, чтобы прям, да, это было так, вот слово неожиданно не очень точно, то есть в момент, когда я уже внесла, мне просто казалось, что это, наверное, будет сложно как-то, то есть это оказалось проще, чем я думала. По разным причинам мы вдруг поняли, что это вполне себе реализуемый план. Вот. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про то, как ты примеряла на себя роль. Да, это я помню, мы с тобой обсуждали. Действительно, это были прям метания. То есть чтобы тоже было понятно, это вопрос был не одной недели там, да, то есть мы около нескольких месяцев в этом варились, с всей командой, что директор уходит, мы ищем человека. После того, как я, ну, официально отказалась, это немножко всех, ну, фрустрировало, как мне кажется, но мы, как бы, абсолютно точно поняли, что да, мы теперь ищем нового человека. Но внутри у меня всегда этот вопрос был, что может я зря отказалась, а может я вот, ну, как-то что-то не вижу, вот мне бы взгляд со стороны. И я до консультантов, да, ходила с этим вопросом внутри и мучила всех своих близких. То есть я подходила к мужу, я подходила к близкой подруге, я аргументы им рассказывала, и глядя на, ну, со стороны именно на мою подачу, да, на ситуацию, как я ее вижу, они все качали головами и говорили, нет, слушай, ну, это очень тяжело, зачем тебе это? Ну, конечно, ты права, ты все правильно сделала, что ты отказалась. И я вот логикой, вот это все оценивая, с ними соглашалась, а по ночам просто не могла уснуть. Жаль, я думала, ну, что же тут не так, вот я отказалась, все логично, действительно, и зачем мне это надо, и у меня другие личные планы сейчас. И вроде как это, ну, выглядит не очень рассудочным таким решением в такой тяжелой ситуации, браться за руководство, да. Сейчас тяжелая ситуация, повторюсь, у всех, но у фондов это прям отдельная боль, да, в связи там с блокировкой карт у нас резко упали по жертвам, потому что люди, которые, там, компании, которые сейчас спешно покидают Россию, многие из них были нашими спонсорами какими-то, то есть мы вот прям в кризисе, в кризисе. И без должного такого, ну, антикризисного опыта управленца, да, мне казалось, что опыт, это кто-то должен быть более опытный, более такой вот, который проходил уже такие, вот. Вот. Тем не менее, вот когда я отказалась, я не могла уснуть по ночам. Когда по ночам я представляла осторожненько, что, ну, а если все-таки, я тебе рассказывала этот странный феномен, у меня проходила, у меня очень начала болеть поясница за эти месяцы, сомантика в чистом виде, да, и от стресса, скорее всего, связана не только с работой, понятно, что в целом ситуация стрессовая, когда, ну, как бы мы все сейчас немножко в стрессе, мягко говоря, начала болеть поясница, и она вдруг резко проходила в тот момент, когда я себя представляла все-таки в этой роли, что вот все-таки я взяла, все-таки я ищу там какие-то способы решить наши проблемы текущие, строю там какую-то стратегию, я вдруг наполнялась какой-то энергией, и хоп, в какой-то момент я заметила, что спина не болит вообще. Вот. Может со стороны показаться это странным, но я перестала опираться на логику, я доверилась им на ощущениям телесно. Вот телесно мне было хорошо, когда я представляла, что я решилась. Внутри очень страшно, в голове просто меняет красная кнопка, типа, нет, это глупо, не берись, ты там не сможешь, что-то пойдет не так, а тело такое, типа, я готова, ты меня примени только, я тебя не подведу. Я сейчас позволю себе немножко вот этот вот момент раскрыть. Я не просто так употребила вот это слово роль, когда спрашивала, как вот ты выбирала. Действительно, когда при принятии каких бы то ни было решений и вообще в жизни, очень классно почувствовать, а как мне, если я, например, принимаю такое-то решение, я же при такой ситуации буду определенным человеком. То есть, не знаю, да вот в случае с Марией, назовем, Мария, которая отказалась от идеи быть директором фонда и ищет какую-то другую работу. Есть другой вариант развития жизни Марии, когда Мария согласилась. И Мария применяла на себя вот эти вот две роли, как будто это платье на себя надевало. Вот я надеваю на себя там платье человека, который отказался от должности. Как я себя в этом чувствую? Мария, там болела спина, там было тухленько, скучновато и тоскливо. Мария, мне рассказывала. Там было тухленько, да. Там было как-то, знаешь, вроде как даже должно было быть, опять же, по логике облегчение, типа, ну нет такого вызова страшного, и меня никто не держит, я спокойно могу сменить работу, я никого не подведу, у меня останется классное отношение с командой, там, за спиной останется классный проект, который я с гордостью передам новому человеку, да. Казалось бы, все так классно, но внутри вот оно как-то растерянно, все отзывалось, какой-то такой вот, ну, ну тухленько, это хорошее слово. Вот оно прям... Тухленько. Потому что в Марии жила та ее часть, которая хотела этого вызова. И хотела на самом деле изнутри вот это вот на себя новую, непонятную, страшную и жутко интересную должность примерить. Вот это вот платье, Мария директор, Мария согласилась. И, соответственно, когда Мария выбирала представлять себя в той роли, где ей тухленько, там спина болела. Ну чего бы не болеть, там отказываешься от вызова, не идешь в интересное. Мария та, которая принимает вызов и идет в интересное, у нее и спина не болит. Очень логично. Ну, то есть, да, то есть, в итоге, собственно говоря, ты приняла на себя, примерила на себя роль, надела уже ее официально, стала директором фонда. У тебя, тебе повысили зарплату относительно твоей предыдущей в полтора раза, и у тебя даже теперь есть какой-то дополнительный сотрудник, которого ты, на котором ты настаивала. Правильно я понимаю? Нет, сотрудник в процессе. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что мы перераспределяем функционал между командой, ну, чтобы уже очищенно, да, очень прицельно этого нового члена команды найти. Особенно, когда, знаете, у нас небольшой очень каждый новый сотрудник становится как бы членом нашей семьи. Поэтому такой поиск очень серьезный. Выстрем он не будет. Но хорошо, что у меня есть такая возможность. И, ну, для меня это было важно понимать, что мы не остаемся, да, не то, что мы остаемся без директора и со всем тем же функционалом, а мы остаемся и с директором, и с новым сотрудником, и с возможностью как-то более грамотно распределить все эти задачи, которые мы решаем на данный момент четвером, да, то есть мы делаем большой объем работы с детьми, и в команде всего четыре человека. Три, соответственно, то есть четвертого мы ищем. А скажи, пожалуйста, а как вот эта вот твоя часть запроса, у меня прям записано «Хочу новой творческой энергии, чтобы были востребованы мои таланты и опыт». Как ты это сейчас чувствуешь? Ну, он сбылся на 100%, потому что, да, ну, творческая энергия сейчас просто необходима, очень много нестандартных решений мы принимаем, да, не работают стандартные схемы, скажем так, в каждой ситуации нам приходится адаптироваться вот по то, что сейчас происходит, да, вообще в сфере нашей и так далее. Творческая энергия меня вдохновляет очень, на самом деле, меня вдохновляет команда, которая меня очень поддержала в моем решении. Ребята сказали, что они тоже рады будут, если я все-таки решусь. Ну, сами понимаете, когда ты приходишь вот, ну, на таком принятии себя, там, команды, это совсем иное дело. Потому что, когда я сомневалась, мне вот казалось в том числе, что, возможно, и, как бы, и ребята там, не знаю, хотят увидеть вот кого-то из тех людей, кого мы собеседовали, да. Может быть, они там видят перспективы. Но выяснилось, что перспективы они видят, если мы будем идти вместе со мной. Классно, это вдохновляет. Мои навыки, которые я не работала там за эти пять лет, они все востребованы сейчас, как никогда, я бы так сказала. Конечно, скрывать не буду, у нас все те же вызовы стоят, и иногда я чувствую вот эту такую, ну, знаете, как перед прыжком, спрашиваю, тем, кто прыгал, кто прыгал, то есть, когда ты стоишь в самолете и такой, господи, какого черта, я на это согласился, но ты уже согласился, и внутри ты знаешь, что ты прыгнешь. Просто это минутные такие вот моменты испуга. У меня они и бывают. То есть, ну, не открывай сейчас, да, что вот я там такой вот прям стал руководитель, без сомнений, без страха и упрек. Да, я руководитель, который бывает, что сомневается в каких-то своих решениях, который еще только учится, на самом деле, в какой-то момент входит в новую роль, да, то есть, это были мои соратники, это были мои подчиненные. Понятно, что приходится перестраиваться, в том числе и отношения в команде перестраивать. И много тут очень вызовов, но я это не делаю. Да, да. Ну, это и есть, да, принятие вызова. Кто же сказал, что принятие вызова, все интересное закончится с моментом его принятия? Там тот, что... Я хотела, чтобы было интересно. Вот это слово меня вело. И я поняла, что сейчас мне интересно. Вот мне действительно интересно, как мы справимся с тем, что сейчас происходит с организацией. Вот интересно. Я испытываю жгучий интерес. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот это восхитительное, то, что ты мне рассказывала, момент принятия решений про взять ответственность за свое решение на себя. Вот можешь об этом немножко... Да, могу. Это тот момент, когда я ходила по близким людям, которым я действительно доверяю. Они прям вот всей душой за меня. Ну скажи мне. Ну скажи мне. Ну правильно я решила. Я правильно решила. Я хотела действительно вот подсознательно где-то вот эту ответственность за принятие решения с ними разделить, чтобы они меня там убедили. Вот я это не сильно осознавала, да, то есть мне казалось, что я, конечно, просто советуюсь, ну потому что нужен взгляд со стороны, но внутри вот именно потому, что я чувствовала, что я счет, конечно, решила, но счет как-то не очень меня вдохновляет, но решение. Мне хотелось вот как-то немножко эту ответственность переложить. Ну типа мне вот, мои близкие, горячо не рекомендуют вступать в эту историю там, да. И действительно, я получала подтверждение, что да, горячо не рекомендуют. Крутят у виска, предупреждают, иногда пугают, что типа, ну мы тебя знаем, ты там, тебе будет вот прям непросто, ты там не знаю, ты можешь там, муж переживал, что я вот там буду, нервная такая, да, вот женщина, которая будет там, да, усложнять нашу с ним жизнь. Вот, ну то есть я и так-то довольно холерик такой, да, по темпераменту, а как бы если еще с такой нагрузкой, ну, наверное, как-то я буду более нервно воспринимать там действительность. На него там ляжет часть нагрузки, да, по поддержке меня. Там подруга тоже считала, что я должна двигаться дальше, что я не должна застревать вот именно в рамках одной организации, что у меня там такие навыки, которые могут пригодиться где угодно. То есть она там больше там верила, да, в то, что я просто могу сделать рыбок, не опираясь там, ну, конкретный фонд, там, на что-то такое, да. Вот. У них были свои, как бы, представления обо мне, у меня были свои представления о том, что я хочу. Но вот я никогда думала, что я там, Мария, которая отказалась, я ходила и трясла их. Тем удивительней было обнаружено, что когда я согласилась, я получила от тех же людей, вот от тех же, которые мне говорили, нет, ты что, с ума сошла, конечно, нет, отказывайся. Да у вас там, ну, слушай, у тебя низкая зарплата будет, ну, там ты будешь опять вот, ну, в стрессе там, ну, слушай, как ты будешь справляться с тем-то, тем-то, то есть, такие сомнения, такие сомнения. От тех же людей я получаю сейчас колоссальную поддержку. Они говорят, да мы знаем, что ты согласишься, да мы вообще так, ну, мы считаем, что правильно сделать. Да, надо было соглашаться, я на них иногда смотрю, думаю, те же самые вроде, да, люди. То есть, на самом деле, как будто, знаешь, вот сама атмосфера, вот она разрядилась, когда я согласилась, она стала такой вот более-более легкой, все выдохнули, типа, фух, слава богу, она определилась, ушел вот этот стресс внутренний, мой личный ушел, как меня держал, что что-то не то, что-то не так, все такие, фух, и я внутри, фух, я сейчас ощущаю облегчение именно от того, что я сделала шаг вперед. Уже все, уже все эти сомнения позади. А ты знаешь, да, можно я сейчас такую дам, эту экспертную обратную связь, знаете, как все, наверное, вы знаете о том, что говорят, что вселенная нас, ну, как бы мы видим во вселенной то, что есть у нас самих. Вот пока в Марии были сомнения о том, какое ей решение принять, и пока ей вызывало кучу каких-то негативных ассоциаций с принятием решения пойти в эту должность, ее близкие ей это самое внутреннее состояние транслировали. То есть когда Мария приняла решение, и это было уже ее окончательное решение, которое вызрело у нее изнутри, которое она прочувствовала телесно, когда она вот внутри самой себя вот эту позицию обрела четкую, ей ее близкие стали эту же самую позицию транслировать. То есть, дорогие люди, если вы приходите советоваться к своим родным и близким, будьте готовы, что родные и близкие вам не могут на самом деле ничего посоветовать. Они вам протранслируют ваши либо страхи, либо ваши, не знаю, горящие глаза. То есть не может, как бы мы в это не верили, не может другой человек принять правильное решение относительно нашей жизни. Это невозможно. Он транслирует наше внутри. Я для себя еще раз, я и раньше как-то, ну, умом это знала, да, что решение все равно за мной. Как бы не только в этой ситуации, а вообще вот, ну, я взрослый человек, я хозяйка своей жизни, я решаю, как мне поступать. Но вот сейчас я прям убедилась, что действительно, ну, не может никто знать лучше, чем я сама, как будет правильно. Самый умный человек не увидит той маленькой, там, какой-то жемчужинки в правильном решении, вот в правильном пути. Он будет логически объяснять, почему он считает, что нужно сделать вот так. А я без логики, вот опираясь просто на какое-то шестое чувство, поняла, что правильнее будет, если так. Если я все-таки поддержу себя в поиске вот какого-то вызова для себя, в поиске интереса. Да. Вот. Да. А расскажи, пожалуйста, вот про что. Про как это, когда проснулась, вот ты чувствуешь, что проснулась любовь к себе и вот по-настоящему, как это чувствуется, как ты это поняла? Да, я помню, мы с тобой говорили, какие еще попутно там изменения произошли. По-моему, это был вопрос, а что с телом там происходило, что-то такое, вот с сознанием там, да, дополнительно, помимо того, что вот работа поменялась и так далее. И я действительно параллельно вдруг поняла, вот я сейчас точные слова попытаюсь подобрать. Ну, в общем, я себе понравилась, но это звучит как-то очень плоско, да. Я поняла, что у меня к себе вдруг такая вот прям безусловное какое-то принятие, любовь там, принятие случилось. Когда я на себя смотрю, я думаю, да я окей. То есть вот все время, это тоже надо немножко под историю знать, я никогда не была там супер довольна своей фигурой. Я не толстая, не тонкая, я вот средняя пропорция женщина, да, но я всегда хотела быть чуть стройнее, чуть там вот как-то не так, а может мне постричься, а может мне покрасить волосы, что-то надо с собой сделать, как-то вот нужно изменить себя. Это вот фон моей жизни вообще абсолютно привычный. Мне кажется, вообще мне кажется, что все женщины как-то так вот на себя и смотрят. Мне сложно было поверить, что есть там какой-то вот прям супер бодипозитивный человек, которому искренне нравится именно, не то, что ему плевать, вот искренне плевать, я таких встречала, да, а вот искренне нравится, любуется собой, при этом не будучи какой-нибудь Анжелины, Моника Белучи, там, не знаю, вот таких мне казалось не суть. Все женщины как-то да мечтают все равно себя лучше там переделать. И вдруг, неожиданно для себя я поймался на этой мысли, что я что-то, что-то я от себя отстала. Вот я смотрю на себя, я думаю, да не буду я, ну, краситься там, мне нравится, мне нравятся моих волос, вдруг подумала я. Я не очень хочу как-то через насилие продолжать свою диету, там, да, вот именно через запреты. Я если и хочу продолжать ее, то через какое-то вот, ну, знаешь, типа, вот я хочу о себе позаботиться, вот я хочу себе дать вот, ну, что-то получше, чем обычно, дать себе время там на приготовление пищи, которая мне нравится, там, вот мне захотелось как-то заботой о себе, ну, посмотрела я на это тело, которое меня, в общем-то, не подвело, да, на связи, поддержку там. И как-то вот я почувствовала, что, слушай, дорогое тело, мне не хочется тебя больше гнобить вообще. Вот ты хорошо и так для меня, искренне тебе говорю, мне нравится в тебе все, ты там красиво выглядишь, мне нравится, как ты, ну, простите, стареешь, там, да, то есть, да, я вижу, ну, что тебе больше не 16, мое дорогое тело, но, по-моему, 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 твоих лет. Там, вот как-то вот внутри пошла такая волна. Я, естественно, в зеркало себе так не говорила, как сейчас, я просто описываю эту эмоцию, когда я смотрю в зеркало и думаю, слушай, дай обниму, что ты хочешь поесть, там, вот типа того, а не так, что сейчас мы с тобой пойдем на пробежку, потом я тебе насыплю салата, не вздумай захотеть мороженого, ну, как я обычно общалась, то есть, у меня вот был строгий такой, строгий внутренний родитель, который тело все время в строгости пытался держать. Вот это куда-то ушло. И меня не поняла мой диетолог, когда я попыталась рассказать ей, что, слушай, она мне просто спросила, как ты там, как после перерыва, как настрой, как дела. Я говорю, слушай, классно, настрой такой, говорю, вообще, я так люблю свое тело, не знаю, к чему придраться. Вот она не так меня поняла, она поняла, что я больше не собираюсь, как бы, да, трудиться, а я поняла, я только хотела сказать о другом, что я готова трудиться и что-то там даже, ну, продолжать по питанию, фактировать, но не с целью прям плохое тело сделать хорошим, ну, все, больше не с этой целью. Я хочу, чтобы мое тело было здоровым, там, вот у меня такая цель, сейчас будет. Хочу, чтобы мое тело чувствовало себя хорошо вот ежедневно, то есть, если там какая-то еда его портит, его самочувствует, ну, давай подумаем, как можно заменить. Вот я так хочу. Вот. Я всегда понимала, что так это работает, но я не могла к этому прийти, то есть, внутри критик был все-таки суров, он готов был на любые жертвы, лишь бы доточить эту тушку до каких-то там параметров, которые у меня в голове сидели. Сейчас вот, к сожалению, или к счастью, что я больше не тот критик, диетолог мой расстроен, к сожалению, солдат на пенсию, пришел какой-то более мягкий человек. Ну, другая, другая, другая субличность, другая роль, другая Мария. Ты знаешь, ты такую фразу гениальную мне сказала, что не придет мифическая другая жизнь от механических изменений. Да, это до меня дошло. Знаешь, я все время как будто возлагала надежды, что вот сейчас я что-то сначала сделаю в физическом мире со своим телом, там, я не знаю, сомневаюсь, прическу похудею, куплю себе новую одежду, более там какую-то там, да, создам некий образ себя и после этого, как бы, ну, начнется вот какое-то изменение внутреннее, там, какие-то вот изменения, в том числе и в работе, я так думаю. Не то, чтобы я прям, ну, как бы, чтобы, не то, чтобы это была моя догма, что сейчас мы через внешнее все сейчас поменяем, но по факту, если смотреть, я все-таки очень много ресурсов на эту задачу утратила, что вот давай-ка я сейчас внешне как-то поменяюсь, а там посмотрим, глядишь, и вообще в целом жизнь изменится. И тут вот я вдруг поняла, вот когда я как раз эти роли примеряла, да, что сначала я выбираю себе какую-то жизнь, получается, да, какую-то жизнь. вот у меня есть выбор между двух, я выбираю эту жизнь, и вдруг в этой вот, ну, новой роли я начинаю по-другому выглядеть, я не знаю, мне сложно сказать, но вот я себе сейчас очень нравлюсь, там, да, это вот, ну, не знаю, может, женщины поймут, вот когда ты смотришь в зеркало, и бывает дни, когда ты смотришь, и такой, ну, еще нет, а бывает, когда смотришь, думаешь, что да, вот сейчас у меня прям, да, себе, да, все время идет в ответ там, да, на улыбку в зеркале, я понимаю, что вот в этой роли, ну, все будет хорошо, ну, оптимистично звучит, где-то, может, необоснованно, но я понимаю, что вот правильно все сделала, здесь я буду и уверена в себе, там, и хорошо буду выглядеть, и у меня будет энергия, и на внешности это скажется как раз изнутри, то есть вот как сначала я эту энергию в себе открыла, а потом я поняла, что я себе нравлюсь, вот так ты работаешь. каждый раз, когда я тебя видела на наших групповых сессиях, мы встречались в зуме с видео, я каждый раз с тобой любовалась и думала, господи, какая она красивая, вот, я сейчас вот на тебя слабую, думаю, боже мой, какая она красивая. Ну, приятно очень, конечно, спасибо. Вот. Так, что я тебе еще хочу спросить, спросить, чтобы ты рассказала, так, про спину ты рассказала, про то, что тебе нравится, как ты выглядишь, рассказала. Вот. Ты еще говорила о том, что у тебя так поднялась энергия, что ты даже пошла учиться. Вот скажи об этом пару слов. Господи, боже мой, это, конечно, не запланированный был абсолютный результат. да, так вышло, что с вот этой вот абсолютно, ну, ненормотипичной, скажем так, нагрузкой, которая сейчас у меня есть в связи со сменой, там, функций моих, да, с новой должностью, с вызовами этими. Параллельно у меня началась учеба, ну, я давно хотела пойти учиться на медиаторе, это близко там, да, к моей профессии. Сейчас такая популярная новая профессия, она там на перекрестке между психологией и юриспруденцией находится. Мне интересно погрузиться в это, вообще примерить эту профессию на себя, без каких-то сильно долгосрочных перспектив, типа, что я уйду обязательно потом работать медиатором. Нет, я просто понимаю, что в процессе взаимодействия с подростками, да, в детских домах, с администрацией детских домов, с их родителями, там, приемными, либо кровными, с наставниками, я все время в этой роли в театре и так нахожусь. Хотелось бы делать это более профессионально. Вот с этим прицелом я тогда выбирала себе обучение, заприметила там несколько учреждений, где можно получить там, да, это образование дополнительное. И в процессе смены работы мне плохо приходит уведомление, что вот вы оставляли заявку, и начинается новый курс. И я понимаю, что я не могу отказаться, да, я понимаю, что будет тяжело, но, ну вот я так ощутила, что хватит, я прям почувствовала, что, опять же, тут если отказываться, то я как будто буду жалеть. Тяжело сейчас это идет, то есть выкраиваю прям время на домашки, я последний, наверное, студент, который там сдает домашки на этом обучении, но я их сдаю. Я не пожалела, у меня действительно есть формат обучения, это онлайн, большинство занятий проходит в дом, поэтому мне не приходится там, кто-то очень выручает. Рада, ну, что могу сказать, вот да, я не буду там всех уж своих личных раскрывать, но это не единственное, что я делаю в параллеле там, да, со сменой работы, потому что я ощущаю сейчас наполненность, у меня такое ощущение, что вот эта тухлость была от того, что я, ну, несколько, может быть, не лет, да, но несколько месяцев, больше, больше, точно я копила прям в себе, аккумулировала энергию для того, чтобы направить ее на рост. Потом вот я начала чувствовать спад, потому что я не находила применения, я вот купила, а что-то не могу решиться, на куда направить, выбрать не могу. И теперь я выбрала, и она вся распаковалась, эта энергия, и я готова параллельно еще решать несколько важных для меня задач. Ну, наверное, будет совсем уже близки звучать, но я действительно вижу, что мои близкие, там, в том числе, мой супруг, он тоже сейчас на каком-то подъеме, видимо, со мной сейчас, ну, приятнее взаимодействовать, да, когда я такая зажженная, там, его это тоже как-то мотивирует, там, что-то со мной обсуждать, мы там строим планы какие-то, то есть в этом плане тоже стало легче, потому что, когда я в упадке, я неприятный человек. Я всем это говорю, да, я предупреждаю даже людей, когда там близко начинаем общаться, я говорю, ребята, если я вдруг начала уходить в упадок, ну, как бы, у вас есть полный... ... ... Потому что я неприятная персона в таком состоянии, я гундю, там, не знаю, критикую всех себя, там, я не вижу каких-то оптимистичных событий вокруг себя, там, не подмечаю. Соответственно, когда я на подъеме, я приятный человек, я себя, ну, как бы, двигаю вперед, и мне кажется, что те, кто приходят ко мне, там, за какой-то поддержкой, они ее прям получают сполна, я тоже вижу, там, какие-то перспективы, там, да, когда мы обсуждаем, что, то есть, ну, мне кажется, сейчас со мной поинтересней. Вот. Класс. Слушай, Расскажи, пожалуйста, о том, чем мы, что же, расскажи, пожалуйста, как проходили наши, собственно говоря, встречи, как был устроен клуб, как это все изнутри выглядело, ощущалось, что это было, как это происходило. Ну, можно, да, говорить, как я тогда, там, тебе рассказывала, не буду фильтровать, что я... Да, рассказывай, как есть. Ну, я говорю, я человек склонный к эксперименту, вообще любопытный очень, поэтому много в жизни, там, разных практик применяла, проходила тоже различные, там, сессии с очень разными специалистами, групповые, индивидуальные, то есть, ну, есть чем сравнить. Вообще, ну, как бы, люблю, люблю копаться в себе, там, да, что-то настраивать, что-то менять, там, да, то есть, жить лучше, вот, не люблю, когда я застреваю на чем-то и не могу сама справиться, я лучше тогда обращусь к специалисту, и мы вместе там поищем, и мне подсветят, и я все-таки справлюсь, то есть, ну, такой подход, да, то есть, интерес есть, там, да, к разным экспериментам, к этому я отнеслась, как к чистой воды эксперименту, потому что я тебе говорю, я тебя видела просто как некого созвучного у меня человека, мне нравилось с тобой пересекаться, вот, в те моменты, где мы пересекались, я думаю, вот, где-то я чувствую, что энергетически мы вот созвучны, мне так красиво, как ты рассказываешь, мне так тоже, вот, ну, отзвать внутри, вот, такой подход, там, да, к решению проблем, поэтому я так пошла, где-то не сильно анализируя, а что ты там анонсируешь, то есть, я прописала, да, но не стала сильно задумываться, что там, какая-то техника, какой-то там таппинг, думаю, ну, в конце концов, там стоимость участия в этом клубе не критична для меня сейчас, чтобы вот прям идти глубоко, изучать интернет на предмет, насколько эффективна эта методика, кто ее изобрел, не является ли это там чем-то там, ну, ахаянным, классическими психологами, там, то есть, ну, как обычно, да, там, кто-то расстановки считает, там, грубо говоря, кто-то успешно решает свои проблемы, там, через эту технику, по-разному можно подходить. Я решила, что я никакого... Ой, знаешь, у меня... Да, на секундочку тебя перебью, мне очень удобно, эта методика одобрена официальной медициной, признана официальной наукой, и на сайте ПАБМЕД, где публикуются исследования, научно доказанные и признанные доказательной медициной, более 100 статей о таппинге. Вот. Единственное, Прекрасно, я принялась читать об этом, я просто пришла, хотя могла бы, да, то же самое найти. Единственное, что та версия таппинга, о которой написано в этих статьях, это совершенно не та версия, о которой работали мы, потому что я придумала свою абсолютно противоположную систему, которая очень отличается от всего, что принято в классической психологии, где обычно работают через боли и травмы. Вот. Но, тем не менее, за основу взят таппинг, и, в общем, да, рассказывай, как это для тебя было, что мы там делали. Как это выглядело? Я пришла, у нас там собралось в Zoom некоторое количество разнополых людей, там, да, разновозрастных, мы каждый там про себя что-то рассказали, я поняла, что, ну, мы прямо из очень разных сфер, но, как бы, у каждого там есть свой запрос, плюс мы все были повязаны вот этим нашим ситуацией, в которой мы оказались, да, в конце февраля, мы все были загашены этим сильно. Так или иначе, каждый по-своему, но я видела, что мы все прям сдерживаемся, чтобы превратить там каждое занятие в какой-то плач Ярославный, там, да, каждый находил там какой-то свой локальный запросик на сегодня и озвучил его, да, что вот сегодня я вот в таком состоянии, мне важно решить то-то, то-то. Дальше начиналось вот это, что мне сложно было, логически объяснить, что мы делали упражнения, да, повторяясь за тобой, там, повторяли то, что я могу назвать там аффирмациями, исходя из своего опыта, да, то есть мы как-то там говорили приятные слова про себя, что там все у меня, ну, грубо говоря, я не буду повторять, да, пусть это будет сюрпризом для людей, которые я приду, вот, но тем не менее, у меня такое ощущение, что мы себя как-то вот, ну, раскачивали на хорошее, такое вот, ну, чтобы действительно ощутить себя живыми, как минимум. И я, опять же, не стала глубоко анализировать, а что я чувствую. Я подумала, вот час назад я пришла, а какая? Никакая. Прошел там час или там меньше, я ухожу какая? Я ухожу нормально, я ухожу заряженной на какое-то действие сейчас и могу прямо сейчас встать и очень качественно, например, убраться или очень качественно могу там посидеть, поработать еще часик, там, другой. Вот прям с хорошим таким наполненным вниманием, там, да, к этому действию. Мне этого было достаточно на тот момент. Я себе поставила такую цель, что да, у меня есть глобальный запрос, и я не знаю, поможет ли мне участие в этих занятиях или нет, но даже тот факт, что я ухожу, вот, просто после каждого занятия, не такая раскладная, как приходила, с лучшим настроением каким-то, вот и отлично, подумала я. Вот в эти дни февральские, начало мартовские, это было то, что мне нужно. Я хотела видеть лица людей, живые, и послышать, что у нас все получится, да, и как-то вот в этой среде немножко позаряжаться. Мне было очень классно. Рассказала, как я это видела, да, что вот, ну, логически я не могла и не хотела углублять, там, как-то себе логически объяснять, а как это работает, это что Лена с нами делает. Я видела, что это мне на пользу. То есть, такой вот, знаешь, локальный экспресс-анализ ситуации. Мне на пользу, мне на пользу. Отлично, я продолжаю ходить. Мне было удобно по времени, мне было удобно, что это действительно не через боль, не через травмы идет работа, даже не через боль от ситуации, опять же, в которой мы все оказались. Мне было это суперудобно, потому что, если бы мы все, каждый ушел в свою боль, в свои потери, в свои какие-то страшные трахи, мне кажется, мы бы там делали что-то другое. Быть это и было, терапевтично бы, да, а может быть, мы все бы просто накачали до круга ужаса, я не знаю, я уверена, может быть, этого не допустило, как ведущая, да, практика, но вот у меня ощущение было, то, что у меня нет ресурса ковыряться в этих страхах коллективных причем, нет ресурса находиться в таком, когда все мы там раком наитоним, то тот максимальный ресурс, который у меня на тот момент был, его хватало делать эти упражнения. Вот мне это очень подходило, такой подход на тот момент. А скажи, пожалуйста, насколько вот это вот пространство, наше встречи, ощущалось как безопасное, защищенное, где можно проявляться таким, какой ты есть, со своими истинными эмоциями, рассказывать о них, не пытаясь там что-то из себя изображать и казаться кем-то. Слушай, ну, может быть, потому что, действительно, я с тобой не первый раз уже взаимодействую, мне очень передавался свой настрой, твоя искренность какая-то и открытость, и было понятно, что, ну, когда я услышала, как ребята тоже там про себя рассказывают, про свои запросы, я увидела, что можно, в принципе, не особо, ну, фильтровать, бояться оценки, что оценки как таковой, в принципе, у кого нет, каждый со своей задачи пришел, тут не место, где вот на бизнес-классе это забавляло, знаешь, когда все начинают мериться пиписьками, своими достижениями, своей вот этой вот крутизной, там, какими-то чеками средними, там, это никак не способствует терапевтическому исцеляющему процессу, да, вот что-то такое, такое, у тебя же для предпринимателей, в том числе, там, да, это вся история, я боялась где-то, что я сейчас приду, там, какие-то достигаторы, тут я со своим разобранным абсолютно состоянием, тем не понятно, что я буду делать дальше, там, да, думаю, ну, если так, я посмотрю еще, но мы пришли, и вдруг совсем не про это все было, то есть никто не мерился своими достижениями, никто не уходил в оценку, все были очень, ну, так, настроены на поддержку взаимную, мне нравилось работать там, по-моему, у нас были какие-то парные упражнения, сейчас уже время прошло, не помню, по-моему, что такое было, ну, было приятно, в общем-то, то есть доверительная, защищенная атмосфера была, это правда, открываться было несложно, даже учитывая, что я была в уязвимом таком состоянии, когда, в принципе, ну, понимала, что да, я не на коне, вот, нормально, не мешала открываться, скажи, пожалуйста, а чем, на твой взгляд, вот, у тебя огромный опыт участия в различных программах, и тренингах, и семинарах, в чем отличие вот той методики, энергетический таппинг, в которой мы работали, от всего того, с чем ты встречалась до этого, от других видов психологической помощи, психологической работы? Ну, вот у меня идет, знаешь, как из рекламы какой-то, что это экспресс-метод, я вот не помню, откуда это такое вот прилепилось ко мне, но реально я как-то так это и увидела, что, во-первых, это быстрая какая-то система самопомощи, там, да, я, кстати, стала коллекционировать всякие такие приемы, потому что, ну, действительно, на такое время интересное живем, никогда не знаешь, где тебя разнесет, в какой момент ты что-то прочитаешь, или что-то случится, что тебя вообще выбит из седла, и поэтому нужно, я считаю, видеть, как аптечка скорой помощи какие-то техники, которые моментально выведут тебя из состояния паники, ужаса, чего-то, шока и так далее. Там, у меня прям, вот я считаю, какой-то арсенал уже накопился, там, я определенное дыхание для себя взяла, думаю, и, естественно, я в эту аптечку кладу только то, что легко можно делать самим собой, без там обращения к специалисту, и что быстро, то есть, ну, что можно делать, не уходя там на ретрит, на неделю, там, куда-то, там, да, то есть, что тебя отнесло, ты отложил телефон, сел, и через там 10-15 минут ты в порядке. Вот такие методы я сейчас особенно уважаю. Мне кажется, твой подход, в этом его отличие от таких других курсов, системы и так далее, что там все-таки какой-то долгосрок такой предполагается, вот, ну, негарантированный результат, не знаю, сколько ты там будешь, та же психотерапия, очень ее любую, считаю, что психотерапия, это, конечно, классная вещь, надо искать своего специалиста, если есть понимание, что ты сам не всегда понимаешь, как справляться, ищи своего специалиста и справляйся, то есть, это нормально, мне кажется, уже все, кто приходит, но это такой вот, ну, глубокий процесс, долгосрочный, где-то там, действительно где-то и туда-то ушел, и здесь посмотрел, а нужно-то иногда прямо сейчас как-то вымернуть, прямо сейчас увидеть, а что, а что мне делать, там, как я буду жить, там, да, прямо сейчас начутить себя вот именно в этом другом костюмчике, скажем так, то есть, ты все, и вот я уже человек, который способен на какие-то действия, на дела, да, вот, я очень ценю навыки такие в себе, их пытаюсь тоже вот аккумулировать, да, чтобы быстро приходить из штопора, ну, мы все не роботы, да, мы все люди, у нас, значит, так вообще гормональная история, это отдельная песня, проснулась, вообще молодец, через два часа поняла, что ты все, ты просто жаба, там, не знаю, что-то произошло, и ты тебе хукал, вот, надо уметь возвращаться, вот, просто в нормальное состояние, в человеческое, вот, мне кажется, твоя история, это про вот это, то есть в аптечку, в аптечку скорой помощи, это в аптечку, да, это аптечка скорой помощи, абсолютно, а скажи, пожалуйста, кому бы ты порекомендовала, вот, участие в клубе, ну, с какими вот выраженными проблемами, каким людям, с какими задачами, с целями? У меня вот прям первое идет, можно противопоказание, наверное, это неправильно, неправильно это как-то будет, вот, я точно знаю, кто из моих знакомых не смог бы, мне кажется, вот, у них настолько критичное именно восприятие реальности, настолько они вот такие какие-то сильно естественно научные люди, вот такие прям, которым нужно, я даже не знаю, как объяснить, ну, ты, наверное, понимаешь о коме, вот такой тип людей, которым нужно обязательно, во-первых, у таких людей ничего не бывает просто, у них все всегда должно быть многоэтапно, вот, многоступенчато, это как диссертацию написать, вот, они такие сложные люди. Люди хотят сложностей. Да, они хотят сложностей, это правда. Так что, твой подход подойдет людям, таким, как я, которые, мне кажется, которым важно, чтобы было радостно, то есть, которые не, не такие достигаторы, которые через лишение, преодоление, вызовы, такой вот, знаешь, спортсмен на максималках, который вот ради олимпиады, я готов умереть, вот, таким, может быть, не подойдет, им покажется, что что за фигня, ну, слишком просто, ну, как это не может быть так просто, жизнь устроена к другому, в общем, их внутренний спортсмен не даст им, мне кажется, пройти, если они от него, конечно, нет, не открестятся на время, что типа, ладно, иди по губни, там, другую комнату, а я пока тут слену, я вот именно так делал, у меня тоже есть, вообще, какая-то такая субличность, которая через преодоление, там, все, я ее отправляла покурить, там, выйти куда-нибудь, там, иди, говорю, погуляй, я тут слену позанимаюсь, а ты идею подумай на своем поведение, оставалась без этой субличности. Короче, те, кто готов к такому эксперименту, а что, если все не так сложно, как мы думаем? Да. А что, если, вот так вот через какое-то, как бы, на первый взгляд, непонятное действие, прийти к результату? А что, если за это даже ничего не будет? И никто не скажет, какой же ты там лентяй, не захотел преодолевать лет пять, какую-то свою болячку, там, в голове, да? Вот такой я лентяй, вот я захотела, пришла, сделала, и ушла дальше, после занятия, действовать и жить. Будет новое состояние, где я проработаю, когда нам будет что-то, я, значит, еще позанимаюсь, но я вот так. То есть, это для того, чтобы эффективно, в общем, тем подойдет, кто хочет прямо сегодня, прямо сегодня что-то делать, прямо сегодня... А с какими конкретно проблемами? Вот с какими конкретно проблемами рекомендовала приходить? Да, ой, мне кажется, тут такой вопрос со звездочкой, да, мне кажется, с любыми, но это звучит как-то общо, можно, конечно, конкретизировать, но вот мой запрос был понятен, да, я вот там в карьере не очень понимала, какие предпринять шаги, что меня ждет, к чему я пришла, там, немножко поплыла, там, да, такой был момент пересмотра. Мне кажется, можно приходить с любым вопросом, где, есть такое вот напряжение и непонимание, как логически это решить. Вот если логически, ты не можешь понять, там, покупать тебе квартиру или дом, мне кажется, вполне можно приходить. Если там, опять же, логикой не понять, там, не знаю, рожать ли второго ребенка или там что-то, в общем, любой, ехать ли в отпуск, а может быть, стоит, то есть, когда или-или, вот, наверное, когда вот такое внутри, или-или, хотя, может быть, это сильно фонит, мой кейс, я не знаю. Мне кажется, в состоянии или-или нужно выбирать, когда ты в ресурсном, таком вот, ну, на подъемчике, потому что, когда ты в упадке, ты можешь не то выбрать, там, да, а когда ты поднялся, ты как раз уже более, ну, смело можешь смотреть на свой выбор. вот эти занятия помогут, особенно тем, кто вот в таких сомнениях чувствует себя в упадке, что типа, я бы, конечно, сейчас порешал, но что-то сил нет, настроения нет, я собой недоволен, я не знаю, наверное, какой-то не такой, вот у всех все нормально, а у меня там не очень, ну, то есть, это явные признаки какого-то вот такого, спада. Абсолютно, это явно, что человек, ну, не в ресурсе и не в самом своем, не на энергетическом подъеме находится. Ну, вот, я говорю, что человек, да, там другие решения принимаются. Абсолютно, да, то есть, любой, наверное, может быть запрос, но подойдет тем, кто чувствует, что вот, ну, где-то надо в себе раскопать этот источник, там, да, который что-то подзасыпало, да, то есть, я верю, что мы все должны опираться на себя, нет какого-то волшебного супер, человек, который там порешает за тебя все, то есть, от этого бы я, наверное, предостерегла, то есть, не стоит думать, что вот, если там я не могу купить дом, вот я приду, и там Лена сделает что-то, и я куплю себе дом. Наверное, это не так все-таки работает, но то, что ты источник людям точно помогаешь расчистить, который вот подзабился там чем-то, это абсолютно так. Это я могу прям всем своим знакомым, друзьям сказать, что да, тут вот про это. Расчистить внутренний источник, энергии, который поможет тебе действовать. Вот так. Ну, я бы, наверное, добавила про то, что позволить себе поверить, действительно, что первое, что можно получать то, что ты хочешь легко. И радостно. Легко и радостно, да, легко и радостно. И то, что это может быть просто. Да, да, вот права ты, Лена, самая. Это взрывает, это взорвало моё собственное представление об этой реальности, потому что я из тех самых людей, у которых в жизни всё должно быть сложно и трудно. Я вот этот самый человек, который непреодолимыми усилиями стараться, я настолько вот сейчас стараюсь себя вот этой парадигме отслеживать и не выбирать её. И когда, ну, это отдельная история, как я к этому методу пришла, он был опытным путём нащупан, у меня у самой мозг такой взрывается, да ладно, что вот, неужели так можно просто? Вот я сама этот самый человек, который неужели можно так просто? А потом в очередной раз там спрашиваешься, а что если можно? Ну, я просто начала, естественно, делиться с людьми, когда получила свои какие-то потряпотрясшие меня результаты, думаю, нифига же себе, думаю, надо срочно делиться с людьми. Вот, наверное, да, вот, знаешь, что отличает, вот прям хочется это подчеркнуть, что отличает тебя там от каких-то других практиков, что обычно ты приходишь, и тебе рисуют такой длинный маршрут, состоящий из нескольких этапов, и вот ты там смотришь, вот ля-ля-ля, это так вот серьёзно всё, многослойно, и тут надо проработать, и обязательно вот тут с вами ещё посмотрим, и тут покопаемся. Классно, я рада, что у нас есть выбор, сегодня, да, как и с кем работать, но тебя отличает то, что к тебе приходишь, и говоришь, слушай, Лен, у меня такая сложная проблема, абсолютно непонятная, многослойная, мы сейчас с тобой, Лен, закопаемся, а ты такая, да, да, а сама, хоп, и как-то это всё упрощается, и как-то это всё становится реально не через преодоление, а через смех, через иронию какую-то, через приятные, какое-то чувственное ощущение в теле и в сознании, мне это близко, я за радость, вот, ребята, у нас так много поводов, ну, как бы не радоваться, давайте всё-таки искать те места, где можно чисто от души радоваться. Абсолютно точно, абсолютно, ура, радости и лёгкости. И расскажи, пожалуйста, людям, которые ничего не знают о твоём фонде, чем вы прекрасны, к кому надо к вам прийти, к кому вы помогаете, вот расскажи о своей прекрасной деятельности. Ну, во-первых, да, подтвержу, мы прекрасны, обожаю, на самом деле, свою работу, обожаю то, что мы делаем, мы работаем с подростками, сейчас мы их называем так обухонно, да, потому что там несколько групп входят в детей, это подростки с опытом сиротства, не, почему именно подростки, потому что с детьми мы не работаем, с ними работают фонды, которые занимаются усыновлением, там, подбором семьи и так далее, и мы искренне верим, что действительно дети до подросткового возраста должны как можно скорее попадать в семью, а наша категория – это подростки, та категория детей, которые уже вряд ли попадут в семью, и по причине возраста, да, что обычно усыновители ищут более там, младшего возраста детей, чтобы их расти как своих, там, да, и так далее, и по причине того, что подростки уже сами в момент не хотят идти в приемную семью, они привыкли жить так, как они привыкли, им сложно перестроиться, им страшно, да, что будут какие-то неприемлемые ограничения, какие-то там новые уставы в этой семье, и они предпочитают до самого выпуска оставаться в детском доме, и поэтому у них есть свои определенные проблемы, и наш фонд направлен, ну, как бы вся работа нашего фонда заточена на то, чтобы эти проблемы вместе с ними решать. Основная проблема – это им нужно будет социализироваться после того, как они останутся одни и выйдут из детского дома, у них закончится вот эта сладкая жизнь, где у них там готовили им, одежду выдавали бесплатно, приходили спонсоры, дарили подарки, их жалели, потому что они же сиротки, немножко цинично рассказывают, как оно и есть в детском доме, ребенок живет таким маленьким паразитиком, по большому счету, все у него есть, и ничего, него за это кто-то особо не просит. Его жалеют, ему какие-то привилегии положены, потом он выходит из детского дома, и все, закончилось. Больше он не сиротка, он обычный человек, молодой взрослый, у которого появляется задача как-то себя кормить, как-то там содержать свое жилье, да, конечно, дружбу выделять жилье, это тоже там целая отдельная эпопея, но, ну, мы же все взрослели, да, переехать от мамы, это же не конец проблем, это только их начало. Вот то же самое и с подростками, но только у нас есть и опыт какой-то семейный, который нам помогает там себе приготовить, что-то там, как уступить хозяйство, мы знаем, и поддержка, тем не менее, наших родителей обычно все-таки есть, пока она нам нужна. Там придет мама и проверит, ты тут как живешь, ты хотя бы убираешься, огурчик у тебя сварен, то у наших детей такого нет, они прям по-настоящему остаются одними. И это очень страшно, потому что статистика, прям грустная статистика, что только 40% выпускников доживает до 40 лет. Вот представь нам с тобой уже, да, вот этот возраст, мы молодые, прекрасные силы планов, а у них жизнь заканчивается больше, чем у половины детей в этом возрасте, жизнь уже закончена, потому что они либо с веществами, да, связались какими-то, либо с криминальными историями, что-то у них пошло не так, потому что они не знали, как справляться. Именно для того, чтобы они знали, то есть, чтобы эта статистика не была такой грустной, чтобы наши дети не оставались одни, у нас есть программа наставничества, когда мы приводим подготовленных, отобранных тщательным образом волонтеров, которые общаются один на один с ребенком, на протяжении нескольких лет, и к моменту выпуска это уже его значимый способ, это близко, да, поддержит, тут я была этот собственный проект, это мое детище в этом фонде, обожаю его, и скоро новые пары будут, и вообще мы будем развивать сейчас активно эту программу. Это один только, одна из программ, программа профориентации, тут мои коллеги, да, занимались, это там, где мы даем ребенку попробовать работать, у него есть возможность выбрать направление, он проходит различные контракционные тренинги, он узнает свои сильные слабые стороны, свои какие-то таланты, да, свои интересы узнает в наших программах, и потом получает возможность стажироваться в той профессии, которую он выбрал как интересную. Понятно, что он подросток, он может передумать еще 100 миллионов раз, сейчас мир тем более так построен, что мы сейчас не выбираем профессию один раз и на всю жизнь, но мы все начинаем развиваться в каком-то направлении, вот как раньше говорили, гуманитарий там или нет, ты хотя бы понимаешь, ты идешь поступать в Бауманский, или ты гуманитарий там, да, это уже первое какое-то разделение, потом ты понял, что окей, ты там творческий, ты художник, куда тебе пойти, и вот мы даем им эти возможности, кто-то пробует себя в профессиях, которые вот связаны там с творчеством, тоже парикмахер, там не знаю, это творческая профессия по большому счету, кто-то наоборот технарь-технарь, айтишник там до глубины души, вот с молодых ногтей, он там с компьютерами, он там соберет, разберет, там, да, он либо железо хорошо знает, либо программу уже сам там пытается там, да, как-то разбираться, мы тогда даем возможность в этой сфере, да, попробовать себя развиваться, мы с интересными знакомыми, мы с нормалами, прекрасно у нас была коллаборация с Митрием Думиком, который снимался в программе Юрия Дудяевых, с Силиконовой долины, вот он помогал нашим ребятам учиться программированию, соответственно, там тоже были свои истории успеха, вот, то есть вот такая у нас история, мы помогаем, мы подхватываем ребенка, пока он еще в детском доме, даем ему близкого, значит, мы взрослым, да, даем ему возможность познать себя, там, узнать свои какие-то наклонности, да, куда пойти развиваться, и помогаем получить дополнительное образование, у нас еще есть программа, где они учатся, ну, с репетиторами закрываются, на каких-то дополнительных образовательных курсах, то есть все это в совокупности создает определенную среду, где подросток по своим потребностям может получить поддержку от нас, и нас поддерживают очень много людей, но хотелось бы, конечно, нам для того, чтобы сейчас чувствовать себя устойчивым, во всей этой неспокойной ситуации, назовем это так, когда уходят компании, когда закрываются бизнесы, когда сокращаются бюджеты у тех, кто занимался благотворительностью, да, нам бы хотелось развить именно пожертвования частные, то есть обычных людей, таких как ты и я, я, например, поддерживаю несколько фондов, я перечисляю раз в месяц какие-то суммы, тем фондам, чья деятельность, то направление, где они работают, лично мне как-то сильно отзывается, я считаю, что да, это очень полезно и важно, вот я хочу найти таких людей, как можно больше, жертвователей, которые поддержат нас, понимая, что подростки – это наше будущее, понимая, что, возможно, кто-то из этих детей, это будет ингрессивно, возможно, ваш будущий сядь там, или ваша невеста, то есть ваш ребенок может потом встретить этого человека, влюбиться, и вот вся неподготовленность там какая-то может сказаться, ну, конечно, это немножко я так, перегибаю палку, может быть, не так близко это будет касаться каждого из нас, но это реально те люди, с которыми нам вместе жить и стареть, это подростки. Вот прям конкретный вопрос, вот если человек увидит твое интервью, у него это откликнется, как вам можно помочь, как можно поучаствовать в вашей деятельности, что для этого нужно сделать, куда зайти, что нажать? Самый простой способ – это набрать в повисковике любого браузера благотворительный фонд в твоих руках. После этого вы попадете на страничку, да, на сайт наш, и там будет кнопка «Поддержать, по-моему, или пожертвовать», как-то так она у нас называется, давно я не сходила, но то есть это первое, что вы увидите, можно там это сделать. Если вы руководитель в компании, и вам все откликнуло, что я рассказала, у нас куча проектов, где компания может поддержать нас, не обязательно это может быть материальная помощь, да, может быть, вы станете новым партнером нашим, где дети будут стажироваться, да, может быть, индивидуальную стажировку проведете, а может быть, вы на свое суперпредприятие свозите наших детей на экскурсию и расскажете, почему так круто то, чем вы занимаетесь, да, это их вдохновит, расширит вообще диапазон с приемлемой, можно и так работать там, да, а может быть, вы действительно именно хотите, как компания, да, развиваете сейчас там социальную деятельность вашей компании, хотите быть социально ответственным предприятием, каким-то организацией. Вот как раз тот самый случай, когда вы можете нам жертвовать средства и получать абсолютно прозрачный отчет, да, то есть у нас ежемесячный отчет на сайте, мы с каждой, как говорится, копеек, которая нам перечисляется, всегда отчитываемся, и у нас хорошая очень репутация, мы действительно являемся членами собрания все вместе, типа большой ассоциации фондов в России, в которые туда можно попасть, только если ты благонадежный фонд, да, то есть у тебя, ты проводишь ежегодно аудит, у тебя прозрачная отчетность, твои проекты понятные, логичные, и действительно имеют социальный эффект большой, то есть там ты проходишь определенный, скажем, отбор, чтобы попасть туда, вот мы там уже много лет состоим, поэтому все эти годы я гордилась именно тем, что я в таком классном ходе работаю, и, одолев вот свой, да, какой-то страх, я надеюсь, что я буду очень горда собой, когда нас сейчас вот более стабильными сделают, и мы будем двигаться именно, мы будем всей командой трудиться именно во благо детей и меньше ресурсов тратить на труд вот именно по обеспечению нашей устойчивости в поиске вот этих срезов, то есть как только мы поймем, что мы более-менее стабильны, больше ресурсов освободиться на работу с детьми, вот это сейчас основная доля нашей. Вот. Слушай, ты знаешь, спасибо огромное, что ты об этом рассказала, ты об этом говоришь с таким вдохновением, с такой любовью и такой страстью, это... Я очень люблю наших подростков, они прекрасные, я просто не могу вам передать, как иногда мне кажется, какой-то чудесной вообще вещью, что моя работа такая, ну, знаете, как в анекдоте, мне за это еще и платят, я постоянно кайфую от общения с подростками, это очень близко мне вообще по вот моему мировоззрению, что от работы надо кайфовать. Вот общаясь с нашими детьми, мы кайфуем, кайфуют наши наставники от того, что у них есть свой подопечный, да, и они там проживают с ним целую жизнь, да, пока общаются. Вот, то есть, ну, вот прям завидую иногда сама себе, поэтому, конечно, я рассказываю с воодушевлением, потому что, ну, представьте, мне завидно, что можно работать вот так, я очень много лет работала в бизнес-среде, да, в больших корпорациях, в телекоме, все это, конечно, прекрасно, благодарно тем годам и тем людям, которые меня там врастили, воспитывали, да, как профессионала, но, честно скажу, ничто для меня лично не сравнится вот именно со сферой боготворительности, поэтому я так и терзалась, что я не готова из нее уходить, вот, а теперь я рада, что нашла для себя путь в ней, вот, продолжать развиваться дальше, вот. Ой, слушай, сейчас тебе предложу маленькую, коротенькую авантюру, вдруг ты согласишься, ты вот рассказывала, а что, если мы сейчас делаем с тобой раунд энергетического таппинга на благополучие вашего фонда? А давай, на благополучие нашего фонда я готова в любое время делать раунды. Что, какой, вот, какой запрос, что нужно? Я вот думаю, сейчас надо подумать, мы сейчас ждем ответ от фонда президентских грантов, мы писали заявку, да, и очень волнуемся, переживаем, выиграем ли мы этот грант. Мы уже написали еще заявок там несколько и ждем тоже ответа. Я бы хотела, чтобы наш фонд получал материальную поддержку вот любыми путями, то есть, может быть, придет какой-нибудь, сейчас послушает нас с тобой какой-то суперобеспеченный человек и прям одним платежом закроет наш годовой бюджет. Пусть будет так, вообще великолепно. Годовой бюджет, чтобы нам на все хватало, сразу скажу, это 10 миллионов, дорогой товарищ, надеюсь, тебе это посел. Вот. На, я имею в виду. Как мы это сформулируем? Нужно, как это, финансовое обеспечение, как это сформулировать? Финансовое обеспечение, да, достаточное для того, чтобы мы могли развиваться. Вот. Не только выживать, да, а именно развиваться. У нас существует шкала от минус 10 до плюс 10. Это сейчас будет твое субъективное мнение, как и любого нормального человека, у нас у всех субъективное мнение. Вот как ты внутренне чувствуешь вот это вот безопасное финансовое развитие фонда, вот где оно сейчас на твоей личной шкале от минус 10 до плюс 10? Ну вот, у меня, да, сложно такой объективной быть, потому что, опять же, да, я как руководитель, и я как субъективный вот может, да, я вижу, что это одна из наших основных проблем, что мы... Нет, ты уже начала умно отвечать, не надо умно, прям вот первое, что приходит в голову. До плюс единицы, вот где-то здесь я колеблюсь. Отлично, а как это чувствуется в теле? Сдавленность в грудной клетке, когда я не могу, вот знаешь, на полную дышать, свободно, когда я все время себя ограничиваю и дышу так потихонечку, 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 маленькими шажочками, знаешь, вот такое вот. Поняла, что мы зафиксировали, где это чувствуется, как это чувствуется, значит, как мы это сформулируем? Классное финансовое обеспечение, безопасное финансовое обеспечение. Вот какую формулировку мы с тобой будем сейчас увеличивать? Хочу мельчить, пусть это будет изобильное финансовое обеспечение. Пусть мы удивимся в кое-то веке, что мы прям привлекли столько средств, что мы должны развиваться прям супер классными темпами. Вот так вот. Так, значит, я сейчас тебе запишу. Энергия классного развития быстрыми темпами, правильно? Изобильное финансовое обеспечение, которое позволит нам развиваться. Вот так. Изобильное финансовое обеспечение и энергия развития, правильно? Да, энергия развития, да. Замечательно. Я сейчас... У нас все в таком. Я ничего не буду объяснять, что мы будем делать. Вот смотрите, простукивайте вместе с нами, добавим все Марии и ее фонду энергии финансового обеспечения и энергию развития. Начинаем с макушки. Больше... Как это сказать? Больше мне и моему фонду энергии финансового изобилия. Больше мне и моему фонду энергии финансового изобилия. Отлично. Точка третьего глаза. И больше энергии развития. И больше энергии развития. Край глаза. И еще больше энергии финансового изобилия моему фонду. И еще больше. Нашему фонду, наверное, да? Нашему фонду. Нашему фонду. Нашему фонду, да. Но же не все-таки не твоя частная собственность. Край глаза. И еще больше энергии развития. Еще больше энергии развития. Под носом. Скажи, пожалуйста, а энергия изобильного финансового обеспечения, она какая? Какого цвета, форма, запаха, вкуса? Она зеленая, прозрачная, свежая и такая, знаешь, как озон после грозы. Ладно. Больше фонду свежей энергии, как озон после грозы. Больше фонду свежей энергии, как озон после грозы. Включиться. И еще больше энергии изобилия. Еще больше энергии изобилия. Идем на большой палец. И еще больше энергии развития. И еще больше энергии развития. И еще больше свежей зеленой энергии изобилия. Еще больше свежей зеленой энергии изобилия. Больше энергии изобилия. Больше энергии изобилия. И больше энергии развития. Больше энергии развития. Больше нашему фонду финансового изобилия. Зелёного, свежего, как озон после дождя. Финансовое изобилие. Свежее и зелёное. И энергия развития. Энергия гармоничного развития. И ещё больше энергии зелёной свежести. И ещё больше энергии изобилия. Ещё больше энергии изобилия. Нашему фонду нужно максимальное количество зелёного, свежего изобилия. Ещё больше энергии развития. Еще больше энергии развития. Макушка. Зеленое и свежее финансовое изобилие. Зеленое и свежее финансовое изобилие. Центр лба и энергия развития. И энергия развития. И еще больше зеленого и свежего финансового изобилия. Еще больше зеленого и свежего финансового изобилия. привлекающего к нам 10 миллионов рублей в год легко и радостно привлекающего к нам 10 миллионов рублей в год легко и радостно а может быть еще больше а может быть еще больше потому что это только на 22 год план под носом еще больше энергии развития еще больше энергии развития Подбородок. И еще больше энергии финансового изобилия. Еще больше энергии финансового изобилия. Включиться. Больше финансового изобилия мне и фонду. Больше финансового изобилия мне и фонду. И больше возможностей для роста. И больше возможностей для роста. И еще больше энергии развития. Еще больше энергии развития. И еще больше энергии финансового изобилия. Еще больше энергии финансового изобилия. Вдох-выдох. Что пришло, что меняется. Ну, хорошее настроение я ощущаю. Ну, и было хорошее, но сейчас прям такое, знаешь, окруто. Что там в груди, где сжатие было? Увеличилась чувствительность. То есть я прям начала ощущать, как меня сдавливает белье. Как мне хочется освободиться. Ощутила, что мне хочется подышать. Вот я, наверное, после нашей сессии выйду на балкон. Вот именно это наши зеленые, разгулявшиеся природой. В общем, захотелось вот как раз разогнать дыхание. Вот такое прошло. А от минус 10 до плюс 10. Где ты сейчас с ощущением финансового изобилия у фонда? Знаешь, я прям твердую четверку ощущаю. Прям сразу она выскочила. И я прям чувствую, как она стремится к пятерке. То есть она зафиксировалась и такая уже пошла к пятерке. Ну, я надеюсь, что ты на этом не остановишься и еще достучишь. До десяточки. И вполне себе, ну, до десяточки уж не знаю, насколько это реально быстро, а вдруг реально. Я никогда теперь не ограничиваю людей в их желаниях. Абсолютно. Вот. Просто, да, где мы сейчас с энергией финансового обеспечения. И прям ее зеленое, видишь, на нее конкретный цвет, даже запах. Как озон после дождя. Ты знаешь, как она выглядит, ты знаешь, полного цвета. Простукивай. Да, поняла тебя. Простукивай. Вот. Когда 10 миллионов получите, напиши, я порадуюсь за вас. Я напишу об этом прям в соцсетях наших. Ты на нас наверняка уже подписан, но ты об этом узнаешь. Прекрасная Мария. Спасибо огромное за это такое вот большое интервью. Спасибо за то, что была такой искренней, такой живой, настоящей. И для меня это такая радость, такими живыми, светлыми людьми общаться, которые живут в реализации своей. И которые делают то, что любят и хотят в этом развиваться. Ну, то есть, я смело скажу, я бы назвала тебя человеком, который живет в реализации своего предназначения. Ох, бальзамом твои слова, конечно, потому что долго я об это билась, много лет, поиск предназначения. Я и сейчас об это бьюсь. Но я поняла, что быть радостной и счастливой нужно каждый день. Это как с телом. Не я стану счастливой, когда я похудею. Не я стану счастливой, когда я нащупаю свое предназначение. А я сначала становлюсь счастливой, а потом я худею, ищу предназначение и все остальные дела. Вот, 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 вот так это и работает. Сначала я включаю нужную энергию, а потом то, что я включила, оно в мою жизнь не приходит. Потому что я это к себе притягиваю как магнит. Вот так все. Спасибо тебе огромное. Дорогие люди, кто будет смотреть эфир, обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, обязательно переходите по ссылке на страницу фонда. Можете Марии задавать вопросы, она на них с удовольствием ответит. Вот, если будут какие-то вопросы, я их обязательно передам. В общем, и добро пожаловать в клуб «Сбыватель меч». Всем пока-пока! Не было понимания, но был запрос, чтобы работа меня вдохновляла, чтобы это был какой-то прям явно вызов у меня, не на месте топтаться там. Казалось, что эти условия, которые меня обустроили, они вообще нереально, скажем так. Вот как мне...